Сегодня православные христиане празднуют крещение Господню, во всех храмах проводится богослужение, совершается чин освящения воды, а на льду городских водоемов оборудованы купели. Там дежурят спасатели и медики. Подробнее о значении праздника нам расскажет протеерей Вадим Буринин, настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. С ним встретился наш коллега Дмитрий Аксенчик, Дима. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Приветствую вас из церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, где как раз прямо сейчас проходит литургия, утреннее богослужение, посвященное этому празднику. И надо сразу сказать, что за свою двухтысячелетнюю историю крещения Господня этот праздник был ловеен как различными мифами, так и традициями, вот одно из которых это купание в проруби. И вот таки об истории и традициях этого праздника поговорим с Вадимом Бурининым, настоятелем этой церкви. Доброго вам утро. Доброе утро. Итак, для начала, прежде чем поговорим о купании, расскажите коротко историю этого светлого дня. С праздником вас, во-первых. Вас тоже с праздником. Сегодняшний день для нас очень радостный, потому что мы отмечаем то событие, которому почти две тысячи лет. И праздник действительно имеет самое, что ни на есть древнее установление. С древности люди почитали Иоанна Крестителя и вспоминали об этом удивительном событии. Событие, которое связано с крещением в Иордане всех тех, кто приходил с искренним покаянием. Пришел на Иордан и Иисус Христос. И мы вспоминаем об этом событии. В этот момент было явление всей Святой Троицы, поэтому праздник называется «Богоявление». Мы веруем в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Троицу единосущную и нераздельную. Хорошо. Отец Вадим, давайте тогда немножко поговорим о традициях. Вот у нас непременно ассоциируется крещение с купанием в проруби. Так что это, церковный обряд или все же народный обычай? Это народное такое на сегодняшний день мероприятие, так скажем, которое осуществляется у нас в городе, когда люди приходят на прорубь и купаются в этот день. Этот обряд не является церковным, он является чисто народным. И, вероятно, он связан с тем, что у нас немало было и есть людей, которые закаляются и купаются в проруби на постоянной основе. Откуда же тогда пошел миф, что, окунувшись в прорубь, смываются все грехи? Ну, очевидно, что наши паломники, посещая святые места, очевидно, имеют такое благочестивое намерение в этот день окунуться в воде, почувствовав свою сопричастность к этому важному событию. А вот я еще такой миф прочитал, что якобы в этот день вода, в принципе, везде святая, даже из храма, так ли это? Ну, конечно же, нет, безусловно. Мы приходим в храм, где совершается специально чин освящением воды, и вот именно в храме мы набираем святую воду. Также духовенство освящает те или иные источники. Когда делается специальная прорубь, в которой есть возможность также совершить освящение воды. И более того, вот у нас на Каменном острове была такая традиция, во времена Павла I делали так называемую Иордань. И император приезжал именно сюда для того, чтобы принять участие в освящении воды здесь, на реке Большой Невки. После этого он ехал в дворец, и у нас там главная лестница называется Иорданская. Она тоже связана именно с тем, что шли на Неву крестным ходом, и там также совершалось освящение воды, как мы знаем. Поэтому такая вот традиция освящения воды, она у нас была и есть. И, конечно же, многие набирали воду, в том числе и в Неве, потому что вода в наших реках была чистой и пригодной для питья. И вот мы вчера вспоминали о прорыве блокады нашего города. Во время блокады же тоже многие приходили и набирали воду именно в Неве. И мы знаем о том, что во время блокады тоже все наши храмы были действующими, и на этот праздник также совершались освящения. Ну, мы с вами уже разобрались, что купаться в этот день не обязательно в прорыве. Что же в первую очередь важно сделать православному христианину сегодня? Православному христианину прежде всего необходимо прийти в храм и помолиться в храм, потому что это такой праздник, который предполагает, что люди приходят на богослужение. И все православные христиане будут приходить именно в этот день молиться. Начиная со Святой Земли, где произошло это великое событие, там сегодня так же, как и во всех храмах Русской Православной Церкви, совершается это праздничное богослужение, и все приходят помолиться. Спасибо большое, отец Вадим. Еще раз поздравляю вас с этим светлым днем, и вас, дорогие петербургцы, тоже поздравляю. Но как вы с вами уже разобрались, я подведу небольшой итог, что купаться в проруби сегодня не обязательно, а важно прийти в церковь и его молиться. Но, тем не менее, крещенское купание – это тоже важная традиция, и к ней мы сегодня еще не раз вернемся в рамках нашего большого утреннего эфира. До встречи в следующем включении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова